Очевидно, здесь представитель руководства НЖСК фактически признает, что новый способ управления собственникам предлагает именно управляющая компания. Да и на домах, которые обслуживает НЖСК, все чаще появляются объявления с текстом «Уважаемые собственники, просим вас срочно подойти в управляющую компанию. Обратите внимание для заключения договора». Причем на многих, а это дома по Советской Высоцкого, послания от НЖСК появились только сегодня. Учитывая, что на телекамеру и на Совете директоров при первом замглавы представители НЖСК в голос заявляют, что они никого не заставляют подписывать новый документ, возникает вопрос, кто же тогда так настойчиво зазывает собственников и вводит людей в заблуждение. Тем более, что ранее юрист, управляющий компанией, утверждала, что это не НЖСК, а инициативные граждане сами решили перейти на непосредственное управление. Людям, насколько я знаю, я тоже живу в жилищном фонде НЖСК, предлагается изменить способ управления, как вариант, на непосредственный. Но это уже одно незаконное, что управляющая компания предлагает изменить людям способ управления. Не предлагает управляющая компания этого. Я не сказала, что это предлагает управляющая компания, я сказала, что предлагается. Кем? Инициаторами выступают собственники отдельно. То есть любой собственник в жилом доме, на каком роде, нам сумеет, то есть где проживают, в тех домах, где... Фамилии и имена у вас есть? У меня нет, у меня, к сожалению, в данный момент я не могу вас с этим познакомить. В чем плюсы для жильцов? В чем так их привлекло это непосредственное управление? Мне, если честно, сложно сказать, в чем. Продолжение следует...